Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой Битти-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы займемся с вами чем-то очень креативным, а именно макияжем в стиле корейском. Я обожаю корейское все, я обожаю корейский уход, я обожаю корейскую косметику. Как-то всегда я больше была заинтересована в заказе ухода, но сайт Ястайл решил отправить мне корейский макияж, и я очень этому благодарна, я этому очень рада, потому что теперь мы сможем с вами погрузиться в мир корейского макияжа, и также в мир нежности и милоты, потому что корейский макияж всегда отличается чем-то таким неуловимым, чего нельзя увидеть в обычном европейском макияже, не так ли? Мне кажется, я должна сделать небольшой дисклеймер. Тот факт, что Ястайл отправили мне корейскую косметику, не значит то, что я скажу, что она вся хорошая, потому что мы должны посмотреть, насколько она может быть лучше или даже хуже европейской косметики, и, конечно, если что-то будет невероятно классным, то почему бы не сказать, что да, я это советую приобретать на Ястайл. И, конечно же, я не забыла про ссылки, ссылки будут внизу под этим видео, и, скорее всего, они будут аффилированными, поэтому, если вы хотите, нажимайте на них, это будет очень приятно с вашей стороны поддержать канал таким образом. Итак, первое, и что действительно меня больше всего восхитило, когда я это увидела, это бьюти бокс, не просто бьюти бокс, это бьюти бокс от достаточно знаменитой селебрити тайландского происхождения, но она живет в Корее, и это певица. Я так понимаю, что корейские певцы, они невероятно просто обожают делать вот такого типа коробки, и таким образом люди могут как будто быть чуть ближе к своим кумирам, а когда дело еще касается макияжа, так это вообще вдвойне круто, не так ли? Забыла сказать про основную тематику коробки, она розовая, как и мое платье, что означает, я подобрала платье с умом. На коробке написано, don't waste my time, не делай так, чтобы я тратила свое время, и открывая ее, мы видим вот такую милоту. Я смотрела интервью со Sorn, и она рассказывала, как она выбирала продукты для этого бьюти бокса, почему именно такой цвет ламады она выбрала и так далее, в общем, мы об этом поговорим уже, ну, когда будем делать макияж продуктами с этой бьюти коробки. Перед этим, конечно, нам нужно немножко приблизиться. Конечно же, никакой макияж не может начинаться без бровей, потому что брови это все-таки очень важный шаг в макияже, как мне кажется, брови задают стиль макияжу, не так ли? И для бровей мы будем использовать вот такой карандаш от бренда Peripera, и карандаш этот у меня в оттенке 03 коричневый. Мне очень понравился этот факт, как выглядит сам грифель этого карандаша, он выглядит как бы таким овальным, что ли. Так, сначала мы используем эту щеточку, конечно же. Кстати говоря, у меня уже есть макияж, естественно, полностью. Я немножко была сегодня не уверена во своей коже, потому что у меня она как-то вдруг воспалилась, и я хотела все это скрыть. Ну, надеюсь, вы простите мне, что мы не сделали полностью макияж сегодня вместе. Вау, это действительно супер натуральный, идеальный цвет, я бы сказала, идеально подходит он мне. Я не знаю, почему я раньше не обращала внимание на корейские бренды карандашей для бровей, и если у вас брови такого же цвета, например, как у меня, то мне кажется, цвет 03, он вам должен подойти. Иногда требуется года, ну, или месяца, чтобы найти идеальный цвет. На этом можно галочку поставить. Далее мы начнем работать с нашей бьюти-коробкой от певицы Сорн. Первое, с чего мы начнем, конечно же, будут тени. Называются они Signature Mood Shadow, и я не вижу тут оттенка теней, к сожалению, ни на коробке, ни на тенях не написан оттенок, но, ребята, сейчас вы видите оттенок, и вы скажете, вау, вот это поворот. Посмотрите, какой потрясающий, идеальный, такой, знаете, розоватый оттенок. Насколько красивы эти тени, они легкие, они легко случатся, но при этом в них виден очень хороший пигмент, который иногда сложно увидеть в корейской косметике. На глаза я сегодня, кстати, нанесла консилер и также подру. Итак, тени у нас очень хорошо набираются, немножко пылят, и нанесем их прямо на все веко. Первый штрих, вообще почти ничего не видно, если быть честным, второй штрих должен нам, вот, пигмент виден сейчас, это все видно, это очень красивый коралловый, кораллово-розоватый цвет, я бы сказала, и блесток, их вообще не видно, когда ты растушевываешь их в особенности, то есть цвет теней становится гораздо более таким, знаете, повседневным, без какого-то сумасшедшего вкрапления блесток, что очень прикольно, если вы любите очень простой макияж. Ну что, ребят, тени у нас нанесены, здесь у меня было порядка, наверное, четырех слоев точно, и я поняла, что их можно достроить до достаточно такого пигментированного оттенка, знаете, то есть это не слишком такой светлый, не слишком темный оттенок, но все-таки это выглядит все, ну, естественно, то есть если вы любите пигмент, типа как у Динона, например, то это тени, конечно, этого вам не дадут, но зато они дадут очень красивый такой естественный оттенок, который реально смотрится красиво. Я не вижу никаких блесток, когда я растушевываю их, эти тени, они просто становятся такими, как матовыми, блестки, они исчезают, и это очень странно, потому что, когда, допустим, вы свочите их, то вы видите отчетливо, что имеется большое количество блесток в них, но по факту при растушевке они исчезают, и вы видите просто такой хороший пигмент, знаете, на повседневную носку, вот, поэтому это нужно иметь в виду. У нас имеется два других компонента из того, что Е-Стайл прислали нам сегодня. Первое это стик от бренда Анляша, и это стик в кремовой форме, естественно, в очень невероятно красивом таком перламутровом цвете, я бы сказала, это серебристый цвет. Этот стик мы сегодня будем наносить на нашу зону под глазами, так корейцы всегда делают, это то, что делает взгляд гораздо более моложе. Но перед этим мы будем использовать карандаш, кстати говоря, водостойкий от бренда Fixie, и называется он у нас Slim Waterproof Fixie Liner в оттенке Deep Brown, или такой очень темный коричневый, почти как черный, если честно, он свочится. Случилось нечто печальное, когда я свочила этот карандаш, он у меня сломался, поэтому надеюсь, что это не помешает сделать идеальный макияж. Потому что стрелки наши готовы, можно приступать и к следующему шагу, а именно нанесению чего-то более блестящего, потому что у нас, если быть честным, все выглядит немножко скучно, макияж без брездок, не так ли? Именно поэтому мы будем использовать этот стик. Этот стик у нас сделан в Корее, и он у нас в оттенке номер 2 Flutter. Обычно корейцы любят наносить стики вот в эту зону, это якобы зона, которая действительно делает так, что ваш взгляд, он становится как будто бы более глубоким, и это дает вам выглядеть более юно. Я знаю, что это не особо имеет смысл, когда я говорю более глубоким, и вы выглядите более юно, но каждый раз, когда я смотрю какой-нибудь туториал с корейским макияжем, то именно этот шаг, он делает наибольшее влияние на то, насколько образ будет выглядеть милее. Текстура этих теней, она как будто бы такая как сухая, но это все в стике, то есть это гораздо-гораздо более удобно. Скажу сразу, ребят, что этот стик, он намертво буквально к коже прилипляется, и потом его очень сложно растушевать или, например, убрать, поэтому я сейчас пройдусь опять тенями, потому что я придумала наносить стик этот на тени, потому что это смотрится не так, как, допустим, если бы это были блестки, смотрится все-таки чуточку по-другому. Я не думаю, что предназначен для того, чтобы носить его на сухие тени. Далее, мне почему-то хочется попробовать все-таки уже помаду. Я хотела оставить ее на попозже, но мне кажется, наша губа уже требует ее, потому что без помады некомфортно немножко бывает. Эта помада описывается у нас как кораллово-персиковая помада для создания нежного образа. Кстати, говоря, ребят, я совсем забыла рассказать вам, кто такая певица Сорн. Вообще, эту девушку зовут Чона Сорн, и она тайская певица из Южной Кореи. Что самое интересное, она стала победительницей корейского... Что-то вроде шоу «Голос» в первом сезоне, и уже после этого она стала участницей группы CLC. Получается, она победила в одном из корейских шоу, и благодаря этому она стала, в общем, такой известной. Поэтому сегодня мы о ней говорим. Первое, что бросается во глаза, это упаковка. Она чувствуется очень приятной. Это такой, как глянец по текстуре, и здесь имеется такой легкий магнит, то есть это все как будто бы само доходит и закрывается, что очень здорово. Я так полагаю, помада может быть немножко более такой, знаете, легкой, потому что все-таки она корейская. Но вместо того, чтобы нам думать и гадать, давайте уже ее нанесем и попробуем. Вау! Растушу ее немножко пальчиками. Ну что, вот так выглядит наша помада в коралловом оттенке. Это смотрится красиво, но я вижу сразу, что помада подчеркнула небольшие мои шелушения. Возможно, они вам не видны, но я их вижу. Она как будто прикла пятнами. Это не очень круто, ну, потому что цвет мне нравится. Да, он, знаете, прям такой яркий, насыщенный корейский, типичный цвет. Поэтому я думаю, что если, допустим, увлажнить губы, то это будет смотреться хорошо. Мне странно, что она так легла у меня прям. Мне не нравится то, что у меня видна эта линия. Когда я говорю, видно, что у меня помада на губах. То есть, понимаете? То есть, когда видна линия, когда вы говорите, и собеседник может понять, что у вас помада имеется, и это смотрится неестественно. Вот, я это имела в виду. Да, если вы наносите прям очень-очень много, то, конечно, это будет смотреться, ну, немножко неестественно для нас, европейцев. Кстати, ребят, пишите в комментариях обязательно, что вам нравится из нашего сегодняшнего видео больше всего. Насчет помады вот, как вы считаете, это красивый оттенок. Понравился ли он вам, взошел ли он вам, или будет очень интересно все узнать. Итак, последнее, что мы пробуем из нашего бьюти-бокса от Sorn, это тушь, тушь для ресниц с праймером в ней и с самой тушью, естественно. Когда я смотрела видео сегодня на Е-стайл, певица Sorn, когда она объясняла, для чего она создала этот бокс, и вообще она рассказала про тушь, кстати, очень интересно было это послушать. Она рассказала, что для создания таких красивых, завитых, но при этом, естественно, выглядящих ресниц, ей порой приходилось использовать пять разных брендов туши за один раз. И ей настолько надоело это, что она решила создать свою собственную тушь, а именно с праймером и с этой самой супер тушью, которая, по уверению производителя и Sorn, должна, я не знаю, что она должна делать, если честно, мне кажется, должна удлинять ресницы, потому что тут ничего нет на английском. Для начала мы должны использовать, конечно же, праймер. Пахнет приятно, кстати, вы знаете, бывают праймеры, или даже туши, которые так неприятно пахнут, настолько химический, химозный запах, но не в этом случае. Без праймера, даже без щипчиков, тушь бывает смотрится ужасно, не очень красиво и так далее, но праймеры и щипчики это то, что может изменить как тушь выглядит на ваших ресницах. Итак, праймер у нас застывает потихоньку, я почувствую, и, наверное, вы тоже можете видеть, что праймер этот очень и очень даже хорошо разделяет реснички, то есть они смотрятся разделенными, и мне нравится это, мне очень интересно посмотреть на конечный результат. Сама тушь выглядит обычно, я не могу сказать, что щеточка у этой туши выглядит как-то эргономически, нова или такого никогда не было, мне кажется, такое было, и это здорово, это значит то, что мы используем опыт других производителей, или этого же производителя, который, кстати говоря, называется VT Cosmetics, я не слышала ни разу об этом бренде, поэтому очень интересно посмотреть на то, какие у них туши. Первый взмах. А, ребята, точно могу сказать, что нельзя перебарщивать эту тушу, потому что иначе у вас будут выглядеть ресницы как паучи лапки, ну, то есть реально, двух-трех слоев, три максимума этого достаточно, чтобы ресницы выглядели вот так, посмотрите на этот объем, это смотрится, как мне кажется, потрясающе, это тот объем, который, наверное, я всегда ищу в тушах, и тушь от Benefit, на которой я делала обзор недавно, да, объем даже не близок к тому, что я увидела сегодня с этой тушью. Это шикарный объем, и как бы, да, это реально работает, получается, праймер, он сделал так, что ресницы, они как будто бы разделились, что ли, и они прям реально встали вверх, вот так вот просто, как будто бы я вот-вот взлечу, и я, мне кажется, уже даже не хочу делать какой-нибудь еще третий слой, например, этой туши, потому что, мне кажется, это будет слишком много, и смотреться это будет неестественно, вот. Я в шоке, ребят, мне кажется, вы уже, знаете, понимаете, что я влюблена в эту тушь уже. Итак, последнее, что мы хотим сегодня попробовать, это у нас также тушь, которая называется MAC Carer. Очень интересное название. Тушь эта способна удлинить ресницы, и не зря нам, наверное, прислали еще и такую тушь, новую, удлиняющую, потому что эта тушь, она, возможно, будет слишком тяжелой для нижних ресничек, поэтому, да, мы попробуем ее сегодня с вами. Щеточка, она, кстати говоря, изогнута, это и делает эту тушь такой уникальной, то есть она реально, ну, знаете, такая, как дугой, то есть это позволит нам захватить как можно больше ресничек и сделать так, чтобы они удлинились вовсю. Вау, мне нравится, что я вижу, ребят. Если честно, я не ожидала, что образ получится у нас таким немножко более секси. Надо сказать, что сейчас я чувствую, что куда бы ни пошла, и что бы ни случилось с погодой, я могу быть уверена, что мои ресницы, они никуда не уйдут, и ощущение сейчас у меня имеется очень четкое, причем, что как будто бы это у меня накладные ресницы, а не тушь. И это просто шикарно, потому что, когда ты красишь ресницы, и ты понимаешь, что тебе не нужны ресницы накладные, потому что они у тебя уже как бы есть, но это твои ресницы, это делает тебя чуточку счастливей. Ну что, ребят, вот такой у нас получился конечный образ. Мы сделали макияж, глаз, используя все корейские продукты и самые классные продукты, на самом деле, которые я только когда-либо пробовала. Если быть честным, большинство товаров, которые мы сегодня пробовали с вами, мне понравились. И первое, с чего я хочу начать, это будет, конечно, карандаш для бровей в коричневом оттенке. Какого же было мое удивление, когда я поняла, что это мой оттенок, то есть оттенок моих настоящих бровей. Этот карандаш за 4 доллара он сделал свое дело. Нашла что-то стоящее в корейской косметике за 4 доллара, опять же. Моздоровский карандаш. Я советую его, если вы любите такие же натурально выглядящие брови. Я хочу поговорить, конечно же, о коробочке, бьюти-коробочке, от певицы Сорн, извиняюсь, нужно было посмотреть, как ее еще раз зовут. Итак, первое, тени мне показались интересными. Хоть здесь и написан цвет, я уверена, на сайте он написан, если написан, я напишу внизу, как он назывался. Мне нравится упаковка. Это смотрится очень мило, очень по-корейски. Эти тени будут отличным вариантом на переходный цвет. Сами они по себе тоже могут быть использованы, но, наверное, больше для такого, знаете, супер естественного макияжа. В принципе, это смотрится красиво, просто, наверное, я не привыкла еще, чтобы у меня был только один оттенок теней на глазах. А так вообще, да, прикольно, они очень хорошо расширались, поэтому с этим претензий нет. Дальше поговорим о карандаше для глаз. Боже мой, карандаш для глаз, это, наверное, карандаш, который меня устроил во всем буквально. Сейчас я вам объясню, почему. Изначально, когда, допустим, вы рисуете стрелку, у вас может что-то не получиться, и это нормально. С этим карандашом я могу редактировать эту стрелку достаточно долгое время, перед тем, как он усядется и засохнет. То есть сейчас я дотрагиваюсь до этого карандаша, и он никуда не девается, он не размазывается, и все смотрится при этом естественно, и с ним было легко работать, что самое главное, потому что очень часто бывают карандаши, которые, допустим, водостойкие, или неважно, вспомните хотя бы Rare Beauty и ее карандаш, но он был жидкий. С ним не так легко, как с этим, потому что у этого, наверное, потому что у него сухая текстура, он подстраивается под вас, и вы имеете право на большее творчество, потому что это карандаш, который не засохнет вдруг через секунду, да, понимаете? При этом, когда он засохнет, он засохнет так засохнет, потому что, я так понимаю, ни дождь, ни слезы не сделают так, что он сойдет с ваших век. Это мне понравилось. Также мы использовали стик от бренда, который называется у нас Anliasha, и этот стик, он приколен, он приколен тем, что у вас имеются блестки, но при этом это блестки, которые засыхают тут же, и потом уже ничем невозможно будет стереть их, то есть, хоть этот стик не выглядит таким зловещим, потому что, ну, это же стик, да, стики же обычно мягкие по текстуре, этот тоже мягкий, но при этом, когда он застывает, он остается на этом же месте, как влитой, и поэтому он очень хорош, как мне кажется, вот на эту зону, допустим, вы заплачете, если, то этот стик не подведет вас, и ничего у вас не потечет, и блестки не спадут, кстати говоря, я не вижу, чтобы эти блестки куда-то исчезли за то время, пока я с вами болтаю, поэтому это определенно очень выигрышный товарищ, если вы хотите какой-нибудь такой макияж в корейском стиле, да и не в корейском только, не важно в каком, если вы просто хотите творчество. Итак, дальше, помада от... нашей селебрити. Эта помада мне показалась интересной, да, это не тот цвет, который, я бы сказала, для меня выглядит, ну, естественным, то есть не тот цвет, к которому я привыкла, однако, если нанести его корейским способом, а именно, да, вот нанести чуть-чуть помаду на губы и растушевать ее в такую как дымку, амбре называется это или как, в общем, это смотрится гораздо лучше, чем если вы будете наносить ее обычным способом, каким мы привыкли, да, вот так, потому что тогда помада будет смотреться слишком морковной, но это не очень красиво, а вот именно таким образом, как мне кажется, это смотрится, ну, прям, свежо, юно, естественно, и нет такого прям акцента на губах, что мне тоже очень нравится, что сейчас я как-то больше стала приходить к нанесению средств буквально пальчиком, чтобы чуть-чуть было, чуть-чуть было видно, что у меня есть макияж, но не прям, вы знаете, так мазюкать, мазюкать, не важно, чем помада или блеск, поэтому помада мне понравилась, это, опять же, что-то новое, потому что я, ну, хочу исследовать новые цвета и новые текстуры. Сегодня мы также попробовали с вами две туши, первая была из нашего бьюти набора, и эта тушь, она показалась мне интересной, не то, что интересной, она меня реально удивила, потому что я не думаю, что я когда-либо получала такой результат на своих ресницах просто после использования туши и праймера. Это эффект накладных ресниц, ребят. Последняя тушь от бренда, которая называется у нас Coringo, извиняюсь, я должна смотреть, что за бренды, потому что некоторые из них для меня очень новые. Эта тушь мне понравилась, особенно для нижних ресниц, у меня, опять же, столько много туши, и иногда это очень сложно найти какой-либо тушь, которая не будет растекаться в течение всего дня и не даст вам, например, как это называется, Panda Ice, то есть не даст вам взгляд панды в конце дня. Так вот, мне кажется, эта тушь, она привлекла меня тем, что она просто замечательно разделила ресницы, и при этом нет эффекта каких-то паучьих лапок, то есть это все смотрится естественно, очень хорошая консистенция, и мне это понравилось. Да. И, конечно же, я хотела бы сказать большое спасибо Еста за то, что отправили мне этот прекрасный набор косметики, которые мы сегодня попробовали с вами, потому что без Естел этого бы не случилось, и мы бы не узнали еще о многих других брендах, о которых, наверное, мы не знали, не так ли? Дайте мне знать, что вам посчиталось наиболее интересным в этом видео, мне будет очень интересно почитать ваши комментарии, и, кстати, очень интересно было бы узнать, что вы думаете о корейской косметике, интересно ли она вам, или... или да, пишите обязательно, я все читаю и всем отвечаю. На этом, ребята, я не буду прощаться с вами, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней, идеальных выходных, также это важно, и я не прощаюсь с вами, ваша Юля, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok